Итак, мои дорогие, я сегодня хочу сделать шарики, снежки и снежные шарики. Что для этого нужно? Нужно взять вот такую мисочку, творог, нужен домашний, обыкновенный творог. Бросаем сюда, посмотрим, чем это у нас закончится. Можно его блендером сделать, переменять, а можно его вручную, как вот я. Берется 300 грамм, значит полкилограмма творога, 300 грамм сахара. Вот это все нужно перемешать. Вот как я сейчас это делаю. Кстати, очень хорошее блюдо на быструю руку, сладкое. Вот, ну ложкой, может оно не совсем будет хорошо мешаться. Добавляем сюда сухое молоко. Вот, полкилограмма, ну легко запомнить, полкилограмма творога, полкилограмма сухого молока, 300 грамм сахара. Значит, это все перемешиваем. Не знаю, сколько тут, есть тут полкилограмма сухого молока, я брал на глаз. Может оно и есть. Но фактус, что нам нужно что? Нам нужно осмотреть по консистенции. И как мы должны его перемешивать. Вот как это нужно делать. Думаю, рукой. Вот. Создать нам нужно такое вот тесто. С этого теста мы и будем лепить наши снежочки. Снежки. Или сладкие шарики. Вот. Видите, какое оно уже немножко получается. Ну, интересно. Оно даже такое немножко густоватое выходит. Вот. Видите. Но. Желтенькие. Красивые. Это такое сухое молоко. Видите. Вот. Можно было творог блендером смолоть. Сделать его однотонным. Однородным. Но, знаете, я подумал, что если потом будет стружка. Он обкатывается. Это не будет видно и заметно. Вот. Вот получается приблизительно вот такое вот тесто. Вот. Вот такое вот тесто. Видно, видно. Видите, какие руки у меня. Вот. Все. Вот это дело выходит такое вот. И его мы отправляем куда? Отправляем мы его. Мы отправляем его куда? Мы отправляем его в холодильник. О! Вот так. Вот. И крышечкой убрали в холодильник. Итак, что мы делаем дальше? Дальше я беру масло. Ну, не знаю, сколько тут масло. Грамм, наверное, 150-200. Беру вот такую вот. У нас продается зубчонка вареная. Алиска. Ну, не знаю, насколько это зубчонка. Но для начинки пойдет. Видите. Даже крышечка открывается. Здесь я держу свои орешки. Поджаренный арахис. Поджаривать самому выгодно. Дешевле выходит. Вот. Что для этого нужно? Это мы будем расталкивать. Значит, что мы делаем? Ну, я показал составляющие. Что для этого нужно? Сейчас пойду растапливать масло. Добавлять буду сюда зубчонку. И орешки буду готовить отдельно в ступке. Вот. Вот такие пока наши движения будут. Все. Так. Растопив топленое масло. Вываливаем. О. Сюда вот это вот все. Всю вот эту зубчонку вареную. И будем с него делать начинки. Вот такая. Здесь у нас сколько? 530 грамм. Не знаю, насколько это правда. Тупленое масло растопил. Теперь можно это все перемешивать до однородного состояния. Вот. Можно, в принципе, блендером, можно рукой. В смысле, ложкой. Вот. Видите, даже рукой это все быстро делается. Как робот. Жиг-жиг-жиг-жиг-жиг-жиг. Вот. Отдельно, значит, делаю орешки, добавляю. Вот, видите, здесь сюда входит где-то 500 грамм, полкилограмма. Я что беру? Я их пожарил. Наверное, две жменьки, может, пойдет. А может, три жменьки пойдет. Вот, наверное, три жменьки пойдет. Вот на такой вот крем, да? Мы их можем даже в ступочке чуть-чуть придушить, покрышить, помельчить. Да? В принципе, нам не нужно до самой крошки. Нам нужно, чтобы оно было мелкое. Оно получится такое, что-то среднее. И мелкие орешки получатся, и средние орешки. То есть разные. Можно блендером, но у кого нет, у меня, как правило, сейчас блендер, чтобы там с двигателем отправили на ремонт, на гранте он стоит. Вот, сделают. Я смогу туда блендером это все делать. Вот такие орешки получились, да? Вот. Я их сюда мешаю. Вот. И вот такой вот делаем замес. Вот такой делаем замес. Вот такой будет крем. Так как здесь есть масло, и сама гущёнка немножко такая густоватая была, да? Мы тоже его отправляем в холодильник. Морозится. Чтобы оно застыло. Всё. Теперь самое главное. Лепление, да? Нужно их формировать, эти снежки, да? Вот, вот я покупаю вот такую вот стружку кокосовую. Насыпаем в такую тарелочку, да? Всегда выгоднее покупать большими упаковками, чем маленькими. Всё это замёрзло. Я пару штук сделал. Сейчас показываю, как это будет делаться. Я беру, делаю так. Беру ложкой. Вот такой кусок, да? Этой массы. Вмокаю сухое молоко, чтобы оно не приставало к рукам. Потом формирую вот такую лепёшку. Делать побольше эту лепёшку, потому что, чтобы можно было лепить хорошо, начинку там залепливать. Вот такая, видите, как лепёшечка. Ложу туда начиночку нашу. Ну, я думаю, вареники каждый делал, да? И мы его так вот закрываем. Вот. Вот. Вот такой как бы вареничек, да? Ну, этот вареничек перерастает в лепёшечку нашу. Вот, как бы мы его вот так вот делаем. Придаём форму шарика. Вот. И так вот, видите, налепится, катается хорошо. И обкатываем стружки, кокосовой стружки. Вот. И вот такой получается шарик. Вот. И продолжаем дальше, в том же духе. Итак, вся начинка, ну, начинка ещё осталась. Масса вся у меня израсходовалась. Из этой всей массы получилось, вот видите, 15 вот таких вот шариков. Вот. Если у меня, допустим, семья 5 человек, это каждому по 3 штучки. То есть, килограмм, выходит полкилограмма творога, полкилограмма сухого молока, сахар, 300 грамм. Ну, и зущённая, варёнка-зущёнка. Вот, начинка делайте, можете разную сделать. Вот. Вот такая штучка получается. Вот, видите, приятное будет и на стол положить, и для разнообразия, допустим, сладкого стола. Можно к этому ещё добавить торт, там ещё что-то такое сладкое. Вот, и гости ваши, я думаю, будут довольны. Всё вкусно и очень нежно. Всё, приятного аппетита. Делайте так же само.